Почти месяц прошел с того дня, когда Евгений неожиданно увидел со своего балкона Веронику и также непредвиденно расстался с ней. Больше он не надеялся на случай, а решил действовать. Обратившись в адресное бюро, Евгений попросил найти девушку по имени Вероника в возрасте 20-30 лет. Ему обещали дать ответ на следующий день. К его радостному удивлению в городе оказалось только 9 девушек с такими данными. Теперь он, имея их адреса, легко нашел в телефонной книге номера телефонов. Только у двух Вероник телефона не оказалось. Евгений стал обзванивать всех Вероник. Всем он говорил одну и ту же фразу. «Здравствуй, Вероника! Привет вам от благородного!» Слыша такое приветствие, женский голос на другом конце провода отвечал. «Вы, наверное, ошиблись? Я не знаю благородного». Или «от благородного? А кто это?» Тогда он извинялся и клал трубку. На шестой попытке он услышал долгожданный голос. «А, это вы, Евгений? Интересно, как вам удалось найти мой номер телефона? Или вы из когорты сыщиков?» «Все просто, Вероника. У меня хорошо развито чувство интуиции. Мы живем в цивилизованном мире. Сервис помог». «Ну да, а вы настырны. Это ваш приобретенный и врожденный недостаток?» «Это мое хобби, Вероника. И если вы хотите больше узнать обо мне, у меня есть хорошая идея. Возьмите у меня интервью сегодня вечером». «Ладно уж. Где мы встретимся? У кафе или у кинотеатра?» «У вашего дома, если не возражаешь, Вероника. Я буду к пяти вечера. Это удобно?» «Я надеюсь на ваши благородные манеры. В пять я выйду. До встречи, Евгений». Так между Евгением и Вероникой завязалось знакомство. Они часто встречались и перезванивались. Вероника оказалась доброй, хорошо воспитанной девушкой. Никогда не позволяла Евгению никаких вольностей. Она была воспитана в строгих правилах. Это иногда коробило Евгения. Ему приходилось сдерживать проявление своих пылких желаний, которые он прежде легко удовлетворял с другими девушками. Вероника жила с матерью, которую очень любила. По ее просьбе она пригласила Евгения к себе домой для знакомства. Зоя Петровна желала знать, с кем встречается ее дочь. Евгению понравилась простота и гостеприимство Зои Петровны, но он был сражен ее предложением помолиться перед обедом. «Вот оно что! Да она богомолка!» И Вероника в таком обществе набралась излишней осторожности, подумал Евгений, но не решился проявить своего удивления вслух. Позже он узнал от Вероники, что Зоя Петровна любит читать Библию, посещая дом молитвы христиан-баптистов, и уже как год приняла крещение. Сама Вероника тоже бывала там, но не часто. Евгений решил вмешаться и предотвратить возможность и Веронике стать баптисткой. Но не словами и внушением, а действием. Он сделал предложение Веронике выйти за него замуж. И она дала свое согласие. Так в жизни Лавелласа, неожиданно для него самого, произошел крутой поворот. Он стал мужем. Первое время ему это даже нравилось. Но когда он узнал о беременности Вероники, его настроение испортилось. Он почувствовал себя связанным. Иметь детей так рано, на это он не рассчитывал. Вскоре в семье Евгения и Вероники Грачевых родился мальчик. Его назвали Константином. Но рождение ребенка еще больше оттолкнуло Евгения от семьи. Он тяготился пеленками и сосками и плачем малыша. Евгений стал уходить из дома. И это становилось все чаще и чаще. Вероника боялась признаться себе в том, что ошиблась в Евгении. Его холодность к ней и к сыну тревожила ее. Неужели он никогда не любил меня? Тогда зачем так искал и женился на мне? Задавала она себе вопросы, но не отвечала на них, словно боясь услышать собственный печальный приговор. Так в неустройстве прошло еще два бесплодных года их семейной жизни. Все чаще Веронику посещала мысль о том, что муж изменяет ей. Она гнала ее прочь, но совсем неожиданно это подтвердилось. Новая любовь Евгения сама позвонила Веронике и сказала, что любит ее мужа, а он любит ее, и дала подтверждающие факты. Вероника дождалась мужа и спросила его прямо без окольностей, правда ли это, и если да, то он может ничего не объяснять, а просто оставить их с Константином. Евгений ушел в тот же вечер. Через неделю после его ухода Вероника вернулась к матери. Она не хотела оставаться в квартире человека, который предал ее и сына.